А теперь к делам насущным. Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур, а также сотрудники органов местного самоуправления отчитались перед главой Люберец в проделанной работе. О самых значимых событиях минувшей недели расскажет наш корреспондент Луиза Егезарян. Порядка 1600 обращений поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкой на минувшей неделе. По словам начальника ведомства Евгения Романцева, 54 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. Кроме раскрытия преступлений, сотрудники полиции занимались охраной общественного порядка во время празднования Дня Победы. Массовые мероприятия прошли без происшествий. Далее на оперативном совещании выступили представители пожарно-спасательного гарнизона. За истекшую неделю подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществили 62 выезда по сигналу тревоги, участвуя в ликвидации 8 пожаров. Спасатели осуществили 17 выездов, два раза для оказания пожарным подразделением при ликвидации пожара, два раза на угрозу взрыва, один на вскрытии двери, один на вслужные мероприятия районного масштаба и один на прочие происшествия. Следующей темой совещания стала работа системы ЖКХ городского округа. По словам начальника управления Алексея Бодрова, на территории Люберец произошла одна аварийная ситуация, в результате которой в четырёх домах прекратилась подача холодной воды. Справиться с неполадками Люберецкому водоканалу удалось в нормативные сроки. Продолжаются работы по капитальному ремонту на 13 кровлях. Срок завершения работы до 1 июня 2018 года. Продолжаются работы по капитальному ремонту внутри домовых инженерных сетей в 12 многоквартирных домах. На 2018 год запланирована работа по капитальному ремонту в 113 многоквартирных домах. Кроме того, в городском округе продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». По состоянию на 14 мая работы завершены в 72 домах. Более 250 входных групп приведены в надлежащее состояние. Министерством ЖКХ Московской области поставлена задача. К 1 июня должно быть отремонтировано 330 объектов. Далее о выполненной работе рассказали сотрудники дорожного хозяйства городского округа. Завершены работы по плановому ремонту автомобильной дороги по улице 3 Красногорская. По остальным 18 дорогам работы ведутся согласно утвержденному графику. В рамках ямочного ремонта зафиксировано в программе СКПДИ и устранено 647 ям, израсходовано 80 тонн асфальта. Основной темой доклада начальника управления благоустройства стала областная акция «Лес Победы». По словам Марины Зинкиной, в ней приняли участие более 23 тысяч люберчан. Посадка саженцев проходила на 8 площадках городского округа. Для желающих принять участие в акции были организованы пункты выдачи инвентаря, где можно было получить посадочные материалы, лопаты, ведра, перчатки, брендированную атрибутику. Всего на территории городского округа было высажено более 8 тысяч саженцев. В конце встречи участники совещания выслушали обращение граждан, поступающих в администрацию округа. На этот раз люберчане просят убрать мусор в деревне Токарёво, а также провести работы по восстановлению ограждения в посёлке Красково на улице Карла Маркса, 117-14. Луиза Егезарян, Пётр Пономаренко, Александр Дикурко, телеканал ЛРТ.